Во имя Асадия Александровна, сегодня Павел Боголюбский, икона Божьей Матери, когда князь Андрей, великий князь всей земли русской, самодержавец, взял эту икону из Киева и колеса в Ростов, великий, осеял. Так как Киев был, братья и сестры, предметом кусотлиц и воином международного хизьяна, и он, князь Андрей, будучи великим князем киевским, перенес свой престол на северо-восток, в пределах Ростова-Суздальска. И вот на берегу Рейтинерли кони встали, которые везли повозку с иконами, которые прежде назывались Межгородскими. И стало оно до сих пор называться Владимирскими, потому что близ града Владимира Материасия, и мы должны ее называть не иначе, как Владимирскими. Кони встали и не могли сдвинуться. Князь Андрей разумел боль в Божию, и не стал он стягать этих коней, а смириться, что он не давился им града Ростова. И раскинул шатер на том месте. И ночью увидел в тонком сне Владычества мира, пречистую Богородицу, Деву Марию, которая показала ему на этом месте поставить ее в том виде, в котором она ему явилась. А икону, которую он везет из Вышгорода, поставить в ограде Владимира. И он написал ее в таком виде, в котором она ему явилась. Это называется Боголюдовская икона, когда она стоит в росте, и держит свиток, и указывает. И блажен, что послушает ее глаз. Князь Андрей был послушным пречистой Владычества Богородицы. И хотя и он имел и ошибки, и небес крови было его правлением, в частности, воевал с Новгородцем, однако же имел страх Божий, был помилован, принял мученическую кончину, причем, заметьте, тот же день, который расстреляли последнего русского царя. В ночь с 3-го до 4-го июля по 2-му стилю, или с 17-го июля по 2-му стилю, вместе с царственными мучниками, Николаем II, и его внустейшей семьей, празднуется память Андрею Боголюдскому. И вот точно так же собственный бояль, бояль Кучкович, как царя Николаеву предали свои бояль, генералы и танки, начальник штаба, начальник Северного фронта, председатель Государственной думы, иуды, предатели, которые недостойны даже называть имена. Так и Андрея Боголюдского, так и Бориса и Глеба, так известно, Глеба, собственный повод Зарел. Предали слуги, по словам Господа, преданы будете и другие, и братья, и сродники, и умертвят от вас, и претерпевают до конца, то спасен будет. Но и Господь нас утешает сегодня, чтобы вы не ужасались от этой картины, предательства, тотальной, которая ждет всякую христианскую душу. Вниз в един, как Отец Сам на Христе. Лисы, язвенные имуты, и птицы небесные князь, да сын человеческий, и димы, где главы преклониться. Если мы, рабы Господа, который не имел на земле, где главы преклониться, и если назвали его тем паче домашней фигурой. Не скрывайте себе сокровищ на земле, где морь, три, и дать я подкапываю эту кратку. Но и держи сокровище ваше, то будет и сердце ваше. Вот в этом, братья и сестры, дорогие веры христианские, так, чтобы сокровище ваше было на небесе. И не на словах, а воистину взыскать всем сердцем, когда человек смиряется на земле и не ищет здесь, на земле, ни почета, ни славы, ни денег, ни удовольствия, ни признания, не ищет так же себе каких-то переживаний. Радостно, сильно, многие христиане впадают в этот грех. И человек весь затихает и делается весьма незаметным на земле. Почему он незаметный? Потому что у него нет ничего, чем бы он привлек земным. И вот Господь говорит еще сегодня ученикам своим, именно ученикам, предоставьте мертвых хранить своих храницов. духовно это означает отпустить от себя и больше того, похоронить, погребсти, сойти к помыслу, всякую тревогу, всякое недоумение, которое мучает нас в отношении земных судеб, наших и даже наших детей и наших родных. Ты иди следуй за мной, Господь промыслит. Господь промыслит, а ты не суетись. И вот мы кружимся, кружимся и топчемся. И никак не можем зайти с этой носи дурной. Исполнить Слово Господа, обращенное к нам. Иди за мной и предоставь мертвым хранить свою мертвец. Праздник у нас, дорогие граждане и сестры, боголюбство и которое укрепляет сердце всякого, кто оставил отца и матер, братья и сестер и даже душу свою, перестал о ней заботиться. Душу не в смысле вечного участия души, а в смысле земных, временных, душевных, психических ее привязанностей и переживаний всяких, к чему она прикреплена. скажешь, это не для меня, я человек семейный, куда учись полагаться на Господа, учись не слишком все в уме свое проектировать и разгарствовать. Учись смиряться и не требовать отчета ни от ближних, ни тем более перед Богом. Праздник у вас, дорогие братья и сестры.